здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала а также парк маньяки и любители парфюмерии вы на канале fragrance money и сегодня я хочу сделать обзор аромата который называется gucci pur home с этим ароматом мы все не так просто на самом деле это что это написано gucci pur home это все хорошо но на самом деле это переиздание другого аромата который называется gucci by gucci pur home сейчас вам расскажу почему сам аромат gucci by gucci pur home был выпущен 2008 году и там флакон был на флаконе на коробке было написано gucci by gucci но потом в какой-то момент буквально через несколько лет после того как его выпустили он исчез из продажи то есть его нельзя нигде нельзя было купить и потом появился в продаже уже аромат который называется gucci pur home концентрация от туалет и вот те люди которые их сравнивали говорят что это принципе тот же аромат только перевыпущенный я не знаю как звучал gucci by gucci который был выпущен 2008 году но я вам сейчас расскажу как звучит gucci pur home который выпущен буквально вот года полтора или два назад у меня вот такой вот флакон сейчас давайте обратимся к сайту фрагрантика посмотрим на его ноты а потом я расскажу вам о своих ощущениях gucci pur home gucci это аромат для мужчин он принадлежит группе древесные шипровые аромат был выпущен 2008 году и парфюмер рельян гешар верхние ноты это кипарис фиалка и бергамот средние ноты это табак и жасмин а базовые ноты это пачули кожа амбра элями и алибану и если мы посмотрим на основные аккорды то это древесный табачный фужерный свежепряный фиалковый сладкий амбровый пудровый цитрусовый и пачули вы и так и начну как всегда свой обзор с упаковки и флакона вот так вот выглядит упаковка этого парфюма написано gucci pur home воды туалет 90 миллилитров и здесь вот так вот во всю высоту вокруг идет серебряная полоска сейчас я вам покажу фотографию которую нашел в интернете и как выглядит и gucci by gucci можете посмотреть а сейчас мы давайте посмотрим как выглядит сам флакон вот так вот выглядит флакон этого аромата написано gucci pur home здесь вот так фирменная их крышка как на сумочках здесь написано gucci если мы посмотрим и сравним с gucci by gucci это в принципе идентичный флакон с той разницей что вот здесь вот другая надпись теперь я расскажу вам и как же звучит этот аромат на коже и поделюсь своими впечатлениями итак старту аромата лично для меня какой-то алкогольный он мне в старте напомнил напиток мохито это знаете такая какая-то зеленая свежесть мяты смешанная с алкоголем и с нотами цитрусов то ли бергамота то ли лимона то ли лайма вот такой вот старт у него довольно таки хорошо чувствуется алкоголь в старте после того как этот алкоголь выветривается происходит это очень быстро где-то через минут 10-15 вы уже не ощущаете этот алкоголь вы начинаете чувствовать небольшую сладость которая примешивается и пряные ноты в аромате заявлено в базе кожа но я на всем протяжении звучания этого аромата вообще ее не почувствовал и складывается такое впечатление что этот аромат переделали по полной программе оставили там какие-то ноты сердца чуть-чуть и верхних нот и к базе он совершенно скатывается в никуда потому как я не чувствую что лично для меня он какой-то в базе привлекательный если говорить про стойкость этого аромата то с ней у него полный провал на моей коже этот аромат звучит буквально какие-то два с половиной три часа и потом он уже практически никак не пахнет шлейф у него тоже очень маленький звучит он очень на близком расстоянии очень короткое время буквально за полчаса уже никто не чувствует этот аромат я не знаю чем это связано то ли это перевыпуск сделал свое дело что аромат переформулировали и он уже не не так звучит как он звучал раньше то ли я не знаю то ли может быть я уже избалован другими ароматами и для меня этот аромат чересчур простой сказать что я пожалел что я его купил нет я не пожалел что я его купил такой аромат и имеет место быть в коллекции но я от него не получаю удовольствие альфакторного как я получаю от других и более богатых ароматов если говорить кому подойдет этот аромат то он в принципе может подойти людям которые не сильно переборчивы в парфюмерии которые хотят иметь допустим какой-то парфюм на любое время дня или вечера или ночи на любую погоду люб на любое время года под любую одежду то есть этот аромат он полный универсал он может покрыть в принципе всю линейку потребностей человека как на выход так и на куда-нибудь и в театр на культурную программу на спорт и в офис в общем принципе этот аромат как я уже сказал полный универсал и если дать ему оценку по десяти бальной системе как я уже это делал не раз то по самому флакону упаковки я дам ему десятку в принципе сделан он неплохо красиво качественно если говорить про оригинальность самого аромата то я ему поставлю шестерку потому как для меня этот аромат просто невыразительный это какой-то алкогольный напиток старте и потом какое-то невнятное звучание этого аромата если говорить про стойкость и шлейф то я ему дам тоже где-то шестерку потому как три часа для такого аромата на коже и полчаса 45 минут и в шлейфе причем коротком шлейфе это вообще не дело и если говорить про его цену то я поставлю по цене где-то семерку потому как на сегодняшний день этот аромат стоит где-то около 100 долларов и я считаю что он вообще не оправдывает такую цену вот вы услышали мое мнение по поводу этого аромата как всегда можете оставить свои и комментарии под видео я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока